приветствую всех на youtube канале магазина улей рубрика пасека с нуля седьмое видео сейчас 15 сентября сегодня видео будет посвящено закормки пчел вот согласен с вами будете многие писать что уже поздновато кормить но так как мы пока пчеловоды или пасечники выходного дня получается пока так для закормки купили уже вот такой вот готовый сироп вот сами не делали пасека пока маленькая и немного не хватает времени вот и взяли 4 кормушки ну и вас для грелочки вот кормушки взяли разные видео обзор этих кормушек мы уже делали ссылку кину в описании вот ну я думаю уже многие смотрели посмотрим как они сейчас будут в работе так вот наши расходы то есть 1160 гривен приплюсуем ну и пойдем сейчас посмотрим как пчелки будут как кормушки смотрятся в улей как пчелки будут забирать но вот так ну в общем то вот сейчас покажу вам как это все выглядит наше хозяйство и буду быстро сворачиваться потому что начался дождь это нехорошо вот так выглядят над рамочные кормушки вот рамочная 3 3 литра но еще не берут сироп несколько пчелок утопилась но это так сказать я сам виноват рамки не раздвинул они мне чуть-чуть сыграла кормушка вот вот кормушка 16 литра вот это мне нравится уже начинает отсюда брать быстренько нашли 2 и 8 литра кормушечка пластиковая смотрите уже тоже выбирает мед ну сейчас покажем может дождь закончится сейчас покажу вам как они с прилет очки берут так но теперь посмотрим как пчелки забирают наш сироп так налили капельку сиропа и вот что сразу происходит сразу несколько лет летных пчел начинает себе забирать сироп в зобик и заносить гулей прошло две недели с нашей первой закормки сейчас пойдем проверим как пчелки сколько скушали нашего сиропа но повторная закормка была не под видео было в два дня назад то есть добавляли кормов потому что первый раз все выбрали и как раз прольем бипинчиком вот если честно первый раз буду обрабатывать методом пролива постоянно где работал на пасеке мы работали дым пушкой вот и бипином буду обрабатывать первый раз взял вот такую вот бутылку сделал отверстие ну четыре улья честно говоря мне уже не нравится этот способ но как-то надо его все-таки механизировать потому что четыре улья можно поиграться но когда их больше это все-таки очень затратно по времени поэтому будем выдумывать что-то по какой-то механизм который ускорит этот процесс вот ну пойдем на пасеку продолжим так но сиропчик давали два дня назад уже практически все кормушки пустые вот забирает отлично сироп сироп покупной не самим приготовленный вот сейчас дольем сироп и и обработаем бипином некоторые спрашивают почему вот это вот перегородка нужно сейчас покажу вот вот эта перегородка зачем она необходима вот для таких вещей она необходима что она регулирует давление то есть я доливая с этой стороны в отделе в котором челки забирают мед про все проходит постепенно наполняется вернее видео будет где-то трясти опять без помощником так все приходится делать самому наверно у многих такое происходит вот смотрите я сюда лью во втором отделении постепенно заполняется вот как-то так по бипину вот такой раствор у нас получился вот сейчас я быстренько пройдусь по улочкам пролью вот что хотелось бы сказать с бипином при работе с бипином очень важно поддерживать температурный режим я сейчас сделаю вставочку какие температуры нужно каким температурам нужно придерживаться когда метод методом пролива и когда при работе дым пушки особенно очень часто нам обращались люди забивалась дым пушка да если очень холодно или вы будете разводить в грязной посуде бипин то есть растворять очень часто он берется хлопьями и из-за этого забивается дым пушка ну понятно с бутылкой проблем не будет вот но если взялись хлопья лучше в дым пушку этот раствор не использовать вот ну сейчас поставлю камеру быстренько пролью булочки так подоливал я то есть пролили мы бипином подоливал я кормов вот свои ощущения что хотелось бы сказать недавно как раз на этой неделе переписывался с андреем баскевичем известным блогером вот и он рассказал про такую свою боль что нету кормушки большой вместимости то есть максимальные там 3 литра где-то 3 3 30 ну то есть три целых три десятых литра вот теперь я его понимаю грубо говоря нужно кормушка где-то от 65 до 10 литров но андрей просил там 10 приблизительно вот у нас есть проекте такой оппозиция скоро появится на сайте я потом в комментариях когда она появится выложу здесь но я его понимаю в чем суть его было обращение или так сказать рассказ более зачем делать одну и ту же операцию несколько раз есть большая кормушка налили один раз пчелки забрали себе сколько можно и не устраивать и тут лишний раз танцы с бубнами с доливанием через 2-3 дня этого сиропа вот не знаю как вы как вы закармливаете вот прошу написать комментариях нужна ли большая кормушка интересно это будет или хватит того ассортимента который есть то есть то приблизительно 3 литра вот ну про бипинили мы что хотелось бы сказать тоже свои ощущения по бипину счетом я все-таки останусь наверное поклонником дым пушки как бы мне не очень по душе тушу то что я сделал потому что все мокрое улей мокрый это это вода пропала вниз как бы не знаю я все-таки осталось привержен сам дым пушки и следующую обработку будем проводить дым пушка уже 1300 гривен и так уж и дорого но лишний раз тревожить пчел мы не будем открываниями и мокротой этой вот но на этом 7 часть подходит концу вы знаете что делать подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии вот с вами был александр до встречи на бжерлярском круге всем пока так полезный девайс новый вот видите проводочек датчик штучка называется гигрометр вот мерять будем влажность и температуру в улье то есть но сейчас это не актуально но во время зимовки лишний раз не заглядывать в улей подойти к улью и глянуть показатели и понять что же там происходит живы все там не живы недорогая полезная штучка вот но пока положили так неохота двигать рамки вообще нужно в середину клуба этот датчик подвинуть но когда будем снимать кормушки тогда сделаем вот закрыли все аккуратно холстичком положили подушечку да конечно паз для провода сделать но у нас зазор с подкрышниками крыши хороший поэтому мы его не пережмем так извиняюсь что не видно в кадре никого оставлю крышу ну вот вот такая вот болезня х пускай пока так висит потом закрепим закреплять не вижу смысла потому что постоянные рамки дергать вот так вот подойти посмотреть вот смотрим на сейчас влажность то есть 72 процента температура 18 и 3 но я только поставил это уличная температура вот дальше она будет повыше покажу через часик полтора так прошел час вот видите что нам сейчас показывает датчик 20 градусов температура 20 целых три десятых и 99 процента влажности но это наверное последствия пролива моего обе пином ну вот как бы такая полезный такой полезный девайс а Продолжение следует...